Тут клуб построили намного, теперь есть куда ходить. Тут и песни, тут и пляски. Будем весело мы жить. А мы бабульки боевые, не хотим дома сидеть. Пусть еще прибудет сын, и все равно мы будем петь. Вопрос о строительстве культурно-спортивного центра «Юность» в Шалаболихе стоял уже много лет. Все это время жители сел занимались в неудобных и неоснащенных помещениях. Но теперь у них появился свой собственный дом. Я думаю, чтобы вот этот дом, он был как и собственным домом для жителей всего, не только Халаболихского района, и всего Алтайского края. Чтобы проводили семинары, мероприятия всеразличные, спортивные мероприятия, бокса, джидо, самбо, волейбол, баскетбол. Все спортивные мероприятия, которые есть, спортивный центр «Комплекс» может принять. На открытие культурно-спортивного центра приехали представители краевого правительства, а также делегации из соседних и всех сел Шалаболихенского района. Для гостей в новом зале на 200 мест с современным звуком и светом выступили местные коллективы. К открытию центра музыканты и танцоры готовились уже в новом помещении. В свою очередь хочу вас поздравить не только с открытием центром, но также поздравить с 80-летием Алтайского края, с праздником, ну и к культурному центру в добрый путь. Культурно-спортивный центр разместился на двух этажах. На первом расположен зрительный зал, вестибюльная зона и помещение для сотрудников. В отдельном крыле расположена спортивная часть центра, спортзал с универсальной игровой площадкой, тренажерный зал и тренерская. Второй этаж славится культурной значимостью – библиотека с читательным залом и зала для занятий оркестра и хореографии. Для района это имеет революционное значение, потому что развитие культуры и спорта без площадей подходящих, но это просто невозможно. Без оборудования, без сцены или спортивного зала многие коллективы занимались в приспособленных помещениях, в кабинетах. Естественно, это прямо влияло на уровень подготовки. И я думаю, что сейчас, после того, как объект введен в эксплуатацию и начнет свою работу, развитие культуры и спорта Шелогольского района в ближайшие годы на наших глазах шагнет далеко вперед. На сегодняшний день в центре существует три кружка декоративно-прикладного искусства – вязание, декор в интерьере и художественный кружок. Преподаватели заявляют, что планируют развиваться дальше. Площадь и силы для этого имеются. Полина Бурнашова, Алексей Михайлов. Новости.